Водители такси маршрутных транспортных средств ежедневно перевозят сотни людей, при этом отвечают за их здоровье и жизни. От них требуется мастерство в управлении автомобилем и ответственность на дороге. Но, к сожалению, аварию с участием маршруток и такси происходит с завидной чистотой. А потому сотрудники ГАИ совместно с представителями транспортной инспекции провели профилактический рейд, где проверяли не только состояние водителей, но и их транспортных средств. Мы смотрим на безопасность, оснащено ли транспортное средство по правилам перевозки пассажиров, таможенного регламента. То есть должны все быть выходы обозначены, на них должны быть устройства приведения в действие аварийного выхода. То есть молоточки, либо кольца, либо устройства, которые, ну это ручки, рычажки. Также осматриваем, чтобы вся была информация в салоне транспортного средства. Для автомобиля такси мы осматриваем внешний, внутренний вид автомобиля такси. Автомобиль такси должен иметь на боковых поверхностях полосы желтого цвета, наименование перевозчика, УНП. Тщательно проверяя транспортные средства, инспекторы общались с водителями, напоминая им о мерах ответственности за правонарушение. Примерными участниками дорожного движения водителей маршрутного транспорта и такси называть трудно. В сводках часто появляются новости о дорожных авариях, где фигурируют эти транспортные средства. За пять месяцев 2020 года с их участием нарушались правила дорожного движения более 190 раз. Сами водители объясняют сложившуюся ситуацию так. Раньше в такси набирали, чтобы стаж был три года, потом в таксопарке два-три месяца крутил гайки, а потом только тебя поставят на подменную машину. А сейчас права получил и в такси я король. Раньше было два года минимум так же, сейчас просто не хватает водителей, вообще очень сильно. И поэтому, что этого допуска два года никто не удерживает, в общем, не смотрит вообще. Очень много неопытных водителей в плане, что просто молодых, которые там получили права, может, месяц-два. И, как правило, они не знают, они теряются на дороге, в экстренных ситуациях они не знают, что делать. И, как следствие, очень много из-за этого ДТП. Сам работаю на такси и часто вижу новости в интернете, что буквально месяц получили права, отъездили, где-то столкнулись. И, казалось бы, ситуация глупая, но по неосторожности, либо, так сказать, из-за лихачества произошло ДТП. Что касается таких грубых нарушений, как управление, не имея права управления, то здесь предусмотрена административная ответственность по первой части статьи 18.19 Кодекса об административных правонарушениях Республики Беларусь в виде штрафа в размере от 5 до 20 базовых величин. Если же повторно в течение года водитель садится за руль, не имея права управления, то штрафная санкция от 20 до 50 базовых, а также предусмотрен административный арест до 15 суток. Для тех, кто решится управлять транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, штрафные санкции суровее. Штраф в размере от 50 до 100 базовых величин и лишение права управления на 3 года. Если же водитель повторно садится за руль в состоянии опьянения, то в таком случае предусмотрена уголовная ответственность и специальная конфискация транспортного средства. Но самое главное и основное, это, конечно же, не административные штрафы, а то, чтобы каждый водитель, особенно таких транспортных средств, которые отвечают за перевозку пассажиров, то есть за жизнь и здоровье других людей, они должны понимать, что они управляют источником повышенной опасности. И от их правильных и обдуманных действий на дороге зависит жизнь и безопасность их пассажиров.